И давайте подойдем к теме сегодняшней беседы, которая будет посвящена, наверное, можно сказать, украшалочке. Потому что основная цель этого приема это именно как раз «выпендреж». Называется этот прием «мачкат». Самое интересное, что по-русски он также называется «мачкат». То есть своего термина мы не выработали, и мы просто заимствовали буржуйский термин. Что это такое? Итак, начнем с определения. «Мачкат» — это стыковка соединения двух планов через общий объект или общие действия. То есть общие, имеется в виду, этот объект должен находиться в одном кадре и во втором кадре. То есть в обоих стыкуемых кадрах. Или это действие должно находиться... Человек должен что-то делать в одном кадре, и он должен продолжать это делать или совершать парное этому действие в другом кадре. И стыковка тогда происходит по действию. Очень важно, чтобы мы поняли, что такое парное действие. Например, положил что-то на стол, взял что-то со стола, бросил что-то, поймал что-то в другом кадре. Упал в одном кадре, поднялся в другом кадре, подпрыгнул в одном кадре, приземлился на землю в другом кадре. Да, обычно, конечно же, сейчас этот термин, этот прием популярен, потому что стало достаточно просто его делать. У многих людей теперь есть возможность самостоятельно монтировать все. Поэтому примеров в современности становится все больше и больше и больше. Да, давайте начнем с определения, еще раз, да, соединение двух разных кадров через общий объект или общее действие. И сначала небольшая классификация, прежде чем мы подойдем к примерам. Матчкаты подразделяются на три категории, которые здесь представлены на экране. Это, собственно, переход действия в действие, объект в объект и действия в результат. Причем, как обычно на моих схемах, если какие-то стрелочки сдвинуты, то это не случайно, это не моя криворукость, а это показывает, что эти два явления, в частности здесь действия в действии и объект в объект, они могут быть вместе и встречаться. Да, Элизавета, кадр с зрачком меняется на объектив, а сейчас вы увидите похожие. Кадр, не знаю, с глазом меняется на сливное отверстие в раковине, круглое-вкруглое, квадратное-вквадратное колесо машины, развозчика пиццы сменяется на саму пиццу, как она крутится, сменяется на монетку в 25 центов, которую ему дали, на ладонь положили. То есть, такие примеры. Но сначала давайте разберемся в том, как это выглядит. А потом будем раскладывать это уже по отдельным кучкам. Сначала мочкат двух типов сразу. То есть, это здесь и объект в объект, и действие в действие. И вопрос к вам. Какой объект и какое действие мочкатят? Так, ваши варианты. Что здесь за мочкатина? Давайте еще раз их посмотрим. Здесь, на самом деле, оба варианта. Но меня интересует, какое действие конкретно. Потому что я озвучил, что это действие в действие. Более того, я озвучил, что это и объект в объект. А вот что за действие и что за объект, это я ожидаю услышать от вас. Вот, согласен с Артемом, действительно, по ФРХСКБ... Да, открыли-закрыли кастрюлю. Раз. То есть, действие это открыть-закрыть. А объект какой? Неужели не видно? Прямо бросает даже глаза. Раз, два. Ну, не крабы, не раки, а лобстеры. Он огромный для... Да, огромный лобстер. В одном агрегатном состоянии и в другом агрегатном состоянии. Да? Это, во-первых. Во-вторых, круглое-вкруглое. Кастрюля в кастрюлю. Здесь закрыл. Здесь открыл. Вот, пожалуйста, крышка в крышку. Поэтому, вот, что за объект. Плюс, да, здесь даже получается несколько объектов, потому что еще и лобстер в лобстера переходит. Хорошо. Может быть, было сложновато. Вот вам попроще примерчик. А здесь что? Какой объект и какое действие? Давайте еще раз посмотрим. Ну, тут-то прям совсем очевидно. Да, Алла, вы, скажем так, несколько избалованы современными мочкатами. Да, которые сейчас мы делаем, когда у нас мочкатики пригнаны тютелька в тютельку. Но, в принципе, вот это тоже все еще мочкат. Более того, сейчас мы дойдем до сравнения классики и современности. И вы увидите, что, казалось бы, у великого ужасного кубрика самый, наверное, известный мочкат по современным меркам. Ну, такое. Поэтому, да, слегка настройте ваши ожидания. Потому что, опять же, мы живем в современности и у нас окружает гигантское количество классных мочкатов. Но это не всегда было так классно. Так, так все-таки здесь, что мочкатится? Я от вас живым не отстану. Неужели не видно, что мочкатится? Гляньте-ка. Очевидно же, прям в лоб. Конечно, ну, меняется одежда персонажа. То есть, мочкатится мужик с мужиком. Од, два, два. Только мужик в одной одежде, мужик в другой одежде. Это объект. А действие, перебрасывание, да, вот он перебрасывает что-то, начинает перебрасывать, в нашем случае Видрово, а заканчивает перебрасывать уже портфель. Поэтому это и действие в действие, начинает и заканчивает. И объект в объект, мужик в мужика. Ладно, вот еще примерчик из тоже увлекательного кинофильма, где мочкатится тоже целиком персонаж. Давайте еще раз посмотрим. Тут совсем очевидно. Раз, мочкатится бабушка какая-то в девушку. Хорошо. Это что касалось мочкатов комбинированных. Но вы можете найти мочкаты в чистом виде, когда мочкатится либо только действие, либо только объект в объект. Давайте посмотрим на мочкат действие в действие. Так. И, соответственно, я сразу ожидаю от вас вариант, что здесь мочкатится, какое действие с каким действием. Куда поедем? Так, ваши варианты. Что же здесь мочкатилось? И заодно напишите, пожалуйста, что почему это не объект в объект. Почему действие подходит, а объект нет. Согласен с Аллой, что это рука, но не совсем рука, а именно действие. Не совсем открытие и закрытие, потому что вы тут ведь он ничего не открывает. Но вот то, что это действие, да, действие вращения. Здесь приходит, или кручение, как Алла назвал, да. Вращение во вращение. Он тут крутит, 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 вращает. И здесь та же самая история. А руки разные, по-разному рука расположена. Здесь она налево, тут направо. Поэтому по руке не получается. Более того, разные объекты, действительно, он крутит разные объекты. Поэтому это не объект в объект. И они даже не похожи. Здесь у всех какие-то продолговато эти штуки. Поэтому это только действие, но уже не объект в объект. Хорошо, а здесь почему? Здесь тоже действие в действие, но не объект в объект. Почему? Вопрос к вам. Здесь чего-то не хватает. Но чего? Чего же здесь не хватает? Давайте еще раз посмотрим. Ваши варианты. Ага. Вот очень хорошо, что вы сказали разные объекты. А какой объект берет буншин от цараском Перу? Раз уж вы сказали, что это разные объекты. Ну, локации так и так будут разные. Это разные кадры. Но раз это... Раз это только действие в действие, вот, в том-то и дело. Вот в этом-то и фишка. Мы не видим, что берет буншин от цараском Перу. Мы совершенно четко видим, что берет настоящий Иван Васильевич. Он берет кильку. Поэтому не получается объект в объект. Потому что здесь объект это, собственно, килька. А тут непонятно что. Поэтому, да, здесь не хватает как раз-таки нам увидеть, что берет бунша. Да, потому что это не Иван Васильевич, даже фейковый Иван Васильевич, если вы помните фильм. И вот, видите, он зачем-то потянулся. А это уже рука настоящего царя. А это не царь. И вот здесь мы не видим, что он берет. Но именно поэтому это не объект в объект. Потому что объект отсутствует. Но это все еще действие в действие. Потому что... А, кстати, а какое здесь действие? В чем парность этих действий выражается? Почему они дополняют друг друга? И, соответственно, поэтому они мочкатятся. Что за действие? Давайте, давайте, тренируйтесь. Да, действие, ну, скажем так, потянулся и взял. Здесь мы видим, что он зачем-то потянулся. И предполагаем, что если он зачем-то потянулся, возможно, он это схватил. Просто мы увидели не как бунша это схватил, а как царь что-то схватил. При этом мы не видели, как царь куда-то тянулся. У царя мы видим, он уже сразу берет эту кильку. А у бунша мы не видим, что он берет, но мы видим, что он тянется. Вместе получается набор парных действий. Протянулся и взял. Так, дальше. Если это было в чистом виде действия в действии, то давайте посмотрим, как выглядит в чистом виде объект в объект. Вот, например, такой переход. Просто скажите мне, что за объект здесь будет. Хотя, я думаю, вы догадаетесь. Неприятность-то какая. Ну, побуду капитаном очевидностью. Что же за объект здесь мочкатится? Причем, этот объект, как вы понимаете, ничего не совершает, никаких действий. Поэтому это в чистом виде только объект. Да, лежит мертвый трупак в одном. В кадре в чайнице там с какой-то жидкостью. Да, и лежит кукла супер-вумен или вандер-вумен. Причем, смотрите, ведь кукла могла лежать по другим ракурсам? Могла. Кукла могла быть, не знаю, с поднятыми руками, с опущенными руками? Могла. Этот самый мужик мог утонуть в какой-нибудь скрюченной позе? Мог. Мог мужик утонуть, например, так, чтобы он упал под углом? Мог. Но мочкателя именно как раз в такую позу, с точно такой же позой. Поэтому, видите, объект отличается, но силуэт, профиль объекта, положение объекта. И там, и там мы считываем, что и там, и там человекоподобная фигура, и она похожа. Одна на другую. Хотя, опять же, мертвый мужик отличается от куклы вандер-вумен. Но какие-то похожести, какое-то сходство есть. Причем, опять-таки, иногда мочкатится один в один. Например, вот так. Пожалуйста. Совпадение и по положению фигуры, и поза. Но фон отличается, окружение отличается. А даже направление руки похоже. То есть, здесь она зачем-то протянулась. Даже если посмотреть прям покадрово. Здесь рука согнута, здесь рука вытянута, нога. Все совпадает тоже. Если хотите, силуэтная такая. Если ее закрасить, то силуэты совпадут. Иногда может быть вот такой примерчик. Может быть такое вот совпадение. Или мочкатик. Тоже объект в объект. Причем, напомню, объекту, может быть, довольно часто и будет живой человек. Вот здесь фотография, которая переходит в живого человека. Который сидит в том же окружении. Здесь вообще все совпало. Вот оно. Хорошо. Это что касалось левых двух вариантов мочкатов действия в действии и объект в объект. А что такое действие в результат? Если быть точным, то правильнее было бы назвать этот вид мочката действие в предполагаемый результат этого действия. То есть мочкатится какое-то конкретное, видимое, наблюдаемое нами действие. С тем, что могло бы быть, если бы то действие, которое мы наблюдаем, закончилось бы. Сейчас будет понятно, о чем будет речь. Вот мужик. Вот. Вот. Обратите внимание. На мужика летит каменная глыба. Но, вместо того, чтобы показать, как расплющило мужика, естественно, там будет уже и рейтинг другой. Там же будет не для детей. А зачем нам это нужно? Когда можно взять и расплющить? Но при этом, благодаря такой метафоре, мы, надеюсь, мы же все поняли, что произошло с мужиком. Что он не то, что типа такой, как железный халк такой, откинул эту горгулью в сторону и такой, типа, ну и денек сегодня. Вероятно, с мужиком произошло примерно вот то же самое. То есть такая же у него была сейчас, у него такое же сейчас агрегатное состояние, как у этого помидора. Вот. Вот как выглядит действие в предполагаемый результат этого действия. Зачем? Как я уже сказал, это нужно. Опять же, чтобы не усложнять съемки. Потому что актеры обычно против, когда на них сваливают гранитные глыбы. Это во-первых. Во-вторых, актеры быстро заканчиваются, если на них действительно бросать гранитную глыбу. Сложно бывает находить потом похожих актеров, чтобы дальше отыгрывали. Поэтому, в общем, куча сложностей. А помидоров много. Поэтому помидоры долбать молотком проще. Чем актеров. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, легкость бюджета. Потому что мы могли бы, ну не мы, допустим, создатели сериала, могли бы там потратить деньги на компьютерную графику. Как мужика размазывали. А зачем? То есть ничего сверх того, что мы здесь уже показали этой сценой, не было бы достигнуто. Поэтому зачем тратить бюджет, когда можно вот так вот емко и лаконично это показать. То же самое вот в этом примере. Если вы не смотрели этот сериал, это «Хранилище номер 13», здесь, как говорят в этой серии, злодей ходит и превращает людей в хрустальные статуи. И вот одна такая специальная статуя происходит. Я вас толкну. Я заставляю тебя нервничать. Но, конечно же, можно было замоделить эту статую, тем более что она уже замоделена. Рассчитать ее траекторию разлета кусочков, как она бабахнется. Это очевидно, учитывая, что сериал не с самым большим бюджетом, это очевидно было дороже, чем просто долбануть стакан. Стакан разбить в кадре вообще 3 копейки стоит. Если вообще что-то стоит. Поэтому зачем тратить бюджет для показа чего-то, что можно передать с помощью просто обычного дешевого стакана. Поэтому здесь тоже та же самая. Здесь нет, конечно, возрастного рейтинга, потому что от разбивающейся фигуры рейтинг 18 плюс не получить. Поэтому здесь причина не в этом. А вот потратить бюджет можно было бы впустую, а можно и вот так вот сэкономить. Дальше. Тоже прикольный мочкатик в неожиданно прекрасном фильме Кик Эс. Причем по названию я в жизни не догадался бы, что он действительно прикольный. И трейлер у него, кстати, какой-то хреновый. А вот фильм оказался, на удивление, неплохим. Еще два раунда, без нытья, без жалоб. И тогда по рукам, юная леди. Да, мне большой с сиропом. Отлично, куколка. Так. Что же здесь мочкатится? Напоминаю, это все еще действие в предполагаемый результат этого действия. И расскажите мне, почему здесь это все-таки мочкат. Что предполагается? Что мы видим вместо того, что должно быть на самом деле? Ваши варианты. Где же здесь мочкат? Точно, абсолютно верно. Мы после того, как он поднимает руку и стреляет, ожидаем, что должна вылететь пуля. Особенно после вспышки. А вылетает пуля, а шар бильярдный. Тоже катится по какой-то траектории. Да? То есть мы меняем пулю, летящую на камеру, на бильярдный шар, летящий от камеры. Ну и то, и то летит, скажем так, с приданным ускорением. Хорошо. Дальше. Важно... Отдельный слайд на это. Важно разобраться с способами создания мочката. А именно... А, да. Забыл сказать. Вот еще, конечно же. У мочката по объекту есть два подвида. То есть что может мочкатиться? И как это, точнее, может мочкатиться? По форме и по цвету. Что значит мочкат по форме? Здесь четко выслеживается форма. Круглая мочкатится в круглая. Квадратная в квадратная. Треугольная в треугольная. Полосатая в полосатая. То есть, грубо говоря, я не знаю, если у вас какой-нибудь в одном кадре какой-нибудь наркоман на вечеринке, в каком-нибудь развратном ночном клубе. И там крупно, даже детально показаны две дорожки кокаина какие-нибудь. Допустим, под углом в 45 градусов. А дальше склейка. И это две дорожки, две сплошные линии на трассе. То есть он занюхнул кокаину и поехал кататься. И это как раз машина там мотыляет из одной полосы навстречу через эти две дорожки. И вот эти дорожки должны быть по форме также расположены под таким же углом, как и дорожки кокаина до этого. Ну или там что это может быть? Это может быть какой-нибудь, не знаю, не кокаин, а какой-нибудь, не знаю, магический суперпорошок, который герой снюхивает. А потом у него вырастают когти, и он этими когтями разрывает какую-то бренную плоть. То есть вот там две дорожки какого-то не кокаина, а суперпорошка, делающего мутантом. И два шрама от когтей точно такого же, точно по таким же углом должно быть. Это мочкат по форме. То есть поэтому, еще раз, не обязательно, что форма должна быть замкнутой. Форма может быть разомкнутой, как вот полоски, но тогда угол должен строго совпадать. Ну и мочкать по цвету, очевидно, да, красный с красным, синий с синим. Однако, мочкать по цвету допускает разность форм. То есть, что имеется в виду? В одном кадре у вас может быть девушка с длинными рыжими волосами, допустим, в правой части кадра. И волосы специально, допустим, длинные, чтобы они образовали такую длинную протяженность. Склейка. И в следующем кадре в этом месте находится красная дверь. Допустим, серая стена, и в ней красная дверь встроена. Там, где были красные, рыжие волосы девушки. Причем, ну, очевидно, что девушка должна быть снята в этот момент со спины, чтобы лицо не отвлекало. Потому что лицо это белое пятно. Оно может быть чисто красный брусочек, который будет монтироваться. Допустим, девушка отвернулась от камеры и ушла. И вот на уходе, когда нужно спиной на камеру, красный, ну, только должны быть прям ярко-красные волосы. Вот они мочкатятся, могут мочкатиться хорошо с красным, допустим, красной дверью. Сейчас нафантазировал. Вот. А также это может быть все, что угодно. Там, синий в синий, не знаю, какой-нибудь синий квадратик, стакан воды с синей водой, в ней жидкостью, прям синий-синий водой. Может мочкатиться с какого-нибудь, там, не знаю, синим журналом, в котором герой записывает свои мысли, открывает его и записывает. Далее. Несмотря на то, что... Да, это вот как раз польза мочката. Хоть я и сказал, что это украшалочка. Да, а также у мочката есть и практическое применение, а именно экономия времени за счет быстрого перехода между сценами. Да, нам не нужно задавать экспозицию в сцене, мы можем сразу в нее нырнуть. Ну, например, для того, чтобы, если герой уже понятно, он уже был в этой сцене, да, мы возвращаемся, например, в сцену, которая ему знакома. Поэтому общие планы можно пропустить и перейти сразу на детальный план, если мы в этой сцене уже были, да, и тем самым сэкономив экранное время. Ах...